Что красота немножко другое понятие, чем даже я думала 18 лет. Я считаю, что некрасивость бывает психологическая, бывает физиологическая. И сама красота, и мужчин, и женщин, вообще людей, и всего остального зависит не только от внешнего вида, как ни странно, у нас сигнальной системы очень много, но и от голоса. Иногда бывает, человек открывает рот и сразу становится красивым. Вот, помните, иностранка, как запела арию какую-то, без зубов, толстая, некрасивая, и вдруг все зибойл, да? Сколько миллионов просмотров, люди полюбили ее за что-то другое, за внутренний свет. Красота – это понятие очень относительное. Она может быть холодной и надменной, она может быть недоступной, она может быть противной и отталкивающей. Все модели рыдают у меня на приеме и рассказывают, что я иду красивая на пирожное в последних линейках модных кутюрье, ко мне никто не подходит. Иду, как никакая, умытая, с хвостом, как чушка, как назло с ним этой головой. Иду, подходят мужчины и очарованные, идут за мной вслед. Что происходит? Потому что не надо слишком много. Красота отталкивает невозможностью. У японцев есть такая интереснейшая теория. Они, когда делают ремонт, обязательно оставляют какую-нибудь ерунду недоделанную. Они говорят для баланса. Что это такое? Красота, когда есть баланс, когда есть харизма, когда есть воля, когда есть голос, когда есть вороток в глазах, когда есть что сказать, когда ты радиотелевизор для твоих окружающих, и они могут отлечься от компьютера, потому что ты пришла. Красота — это когда ты берешь лучший кусок, не стесняешься, потому что если тебе хана, то им хана. И они это прекрасно понимают. Красота души, когда ты не стесняешься не курить, когда тебе не стыдно не читать стихи, когда ты в 4 утра ловишься на мысли, что я продолжаю читать книги, которые читала 18 лет. Вот это все и есть для меня красота. Плюс эстетика того, что ты ешь, где ты спишь, на чем ты спишь, где ты живешь, какого цвета твои стены. И самое интересное, что все это рукотворно. Все, что вокруг нас красивое, мы сделали сами. Ну и творец. Надо только его благодарить, помогать, наверное, самой себе строить этот корабль, который называется красотой, а он поможет управлять погодой, и все будет хорошо.